Более подробно эту тему с Виктором Ягуном обсудим. Военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ с 2014 по 2015 год и директор агентства реформирования сектора безопасности. Виктор Николаевич, рады приветствовать. Доброе утро. Да, доброе утро. Касательно рейда российских добровольцев. Очень интересно наблюдать, как российская пропаганда пытается это все замолчать. Ведь понимаем, что и видим реакцию из российских телеграм-каналов, которые не подвластны Кремлю, а просто описывают то, как все происходит на самом деле. И меня удивляет, почему ни Путин, ни его окружение, даже не российская пропаганда, максимум, о чем говорят, о каких-то ДРГ, и которые были ликвидированы, и все, на этом точка. Но мы видим совершенно иную картину, где полностью идет, так сказать, противопутинская очистка. Почему Путин и его окружение об этом молчат? Не видят в этом проблемы? Не, они просто боятся. Это же боязнь не просто чего-то, что может навредить им лично. Это боязнь подрыва полностью всей их идеологии. Но все же уже говорили, что Путин, когда пришел к власти, он в какой-то момент подписал такой негласный договор с российским населением. Я забираю у вас свободу слова, забираю свободу волеизъявления. Вместо этого даю вам стабильность и даю вам безопасность. Это он демонстрировал активно все свои эти вот года. То есть постепенно забирая какие-то свободы демократические и давая такой вот условный такой экстракт безопасности. И когда сейчас стал вопрос о том, что комплексно территория России подвергается нападению непонятно кого для них, ну там они же не хотят это объяснять. Параллельно с этим идут удары по нефтеперерабатывающим комплексам в глубине России. И это все на фоне так называемых выборов. Понятное дело, что население России начинает задавать не очень удобные для власти вопросы. А что же происходит? А где ваша безопасность? А с кем мы воюем? А кто это такие? А почему они не с украинским флагом, а каким-то другим флагом? А давайте разбираться. И вот эта вот ситуация, когда идет замалчивание, оно же наоборот подстегивает особенно молодых в России разбираться в ситуации. Хотят они или не хотят, все равно интернет работает, есть параллельное получение информации. И сами ребята, которые сейчас воюют, наши союзники с российских подразделений, они сами говорят, что на них активно начали выходить люди и говорить, а что так можно? А что вы действительно воюете? А что у вас есть оружие? А вы можете нас принять? И они говорят, что у них сложилась ситуация, они не могут нормально сформировать логистику, например, того, как этих людей принимать, где принимать. Поэтому я думаю, что, ну, не хочу загадывать, но думаю, что именно вот такие вот действия могут действительно привести к лавинному увеличению этих подразделений. И они уже после этого действительно будут демонстрировать очень сильное противостояние путинской власти. И вот касательно возможностей, как надолго хватит, мы видим, что эти рейды более продолжительные, нежели были раньше. Эти набеги уже, так сказать, случались, но в этот раз оно выглядит намного серьезнее. Во-первых, тут у меня два вопроса касательно того, а что же с этими границами? Мы помним, после первых краткосрочных рейдов обещали чиновники, да, которые руководят то же Белгородской области или Курской, что там все железобетонно, мы делаем ограждение, мышь не пробежит. И, как видим, совсем обратное. И вот еще буквально вчера появилось сообщение от главы ГУР Кирилла Буданова о том, что рейды российских добровольцев не закончатся в ближайшее время, силы у них есть. Тут я добавлю цитату. Российские добровольцы помогают нам с самого начала. Теперь мы попробуем помочь им по мере наших возможностей. Как долгосрочны будут еще эти рейды, как вы считаете? Или попытаются закрепиться на долгосрочное время, а потом, возможно, как-то с Путиным торговаться? Или, ну вот, как вы видите дальше ситуацию? И что с этими границами произошло? Ну, давайте начнем с границ. С самого начала говорили про коррупционную составляющую тех моментов, куда идут деньги, выделенные на обустройство этой границы. И однозначно была информация о том, что часть денег просто не дошла до этих так называемых строительных работ. И использовать боевые подразделения для прикрытия границы никто в России не собирался. Они демонстрировали больше пиар-компании о том, что вот мы там стоим, у нас там подразделения. В основном это такие подразделения. В основном это подразделения, которые используются для обстрела нашей территории. И подразделения Росгвардии и ФСБ, которые состоят в основном из срочников. Все остальные, они, как правило, используются на территории ведения боевых действий в Украине. Поэтому, понятное дело, что срочники, которые вроде как количественно, возможно, и превышают наше подразделение, но они не готовы к боевым действиям против мотивированных и хорошо подготовленных бойцов, которые и являются подразделениями РДК и свободы России. Поэтому, понятное дело, что малыми силами, но хорошо подготовленные бойцы могут успешно противостоять более численным подразделениям российских войск. Что касается, насколько хватит сил, ну, смотрите, диверсионная группа, которая заходит на территорию противника, она, как правило, может использовать до трех дней тот боезапас и те, там, не знаю, запасы питания, там, какие-то еще какие-то моменты, которые можно активно использовать на протяжении вот этого короткого периода. Когда мы видим, что происходит сейчас, на данный момент, можно понять одно. Логистические цепочки отработаны, подразделение зашло на более долгий период, возможно, есть, ну, есть возможность использовать какие-то трофейные вещи. И действительно отработан механизм того, что подразделение может остаться на долгий период. Последняя информация, которая пришла, то, что к этим боевым действиям подключились подразделения Ичкерии, которые захватили вместе с другими подразделениями, которые воюют на стороне Украины, еще один населенный пункт, административное здание. И поэтому это говорит о том, что ситуация на территории России ухудшается для ее власти, а операция сама, которую проводят наши союзники, только расширяется. И тут, конечно же, Виктор Николаевич, я дополню. Действительно, есть свежие сообщения о том, что сибирский батальон вместе с добровольцами Ичкерия вошел в населенный пункт Горьковской и Белгородской области. Это еще один населенный пункт, который уже под контролем. Есть даже фотографии, где они с табличкой администрации Горьковского, их совета местного. Но ведь эти факты, которые вы указали, которые Наталья добавила, они же говорят о том, что с каждым днем все эти рейды обретают все большей и большей поддержкой внутри Российской Федерации. Проблема в том, что, к сожалению, нет поддержки прямо там на месте. Там регион такой своеобразный. Надо знать просто местное население. Я очень хорошо там знаю территорию. Я неоднократно был еще в начале 90-х в этих населенных пунктах, Воронежская, Белгородская область. Там очень большое количество населения, будем так говорить, этническое происхождение украинцев. Но население более политически направлено было всегда на такое совковое сознание, поэтому провести там работу просто за несколько дней будет очень тяжело. Тут другая ситуация. Ситуация в том, что действия этих подразделений проводят тектонические изменения в психологии людей, как на местах, так и в самой глубинной России. И информация доходит до людей, которые хотят бороться с режимом, но не зная, какими методами. И для них это как раз то открытие, что есть люди, которые готовы идти с оружием в руках против Путина, и они готовы принимать этих людей из всех регионов России. Понятное дело, что если бы они вошли, например, где-нибудь в какой-нибудь национальной республике, в той же Бурятии или Хакасии, то там поддержка была совершенно другая. Потому что национальные республики, они действительно понимают, что находятся под пятой Москвы. Тут ситуация немножко другая, но она не исключает той возможности, что общаясь с этими людьми, показывая им примеры, на самом деле, что происходит, и открывая глаза на правду и действительность, действительно могут менять психологию и местного населения. Потому что есть информация, что часть людей действительно присоединяется, если не с оружием в руках, то, по крайней мере, морально-психологически готовы поддержать подразделения противников Путина. Да, и как делали заявления представители РДК, что все-таки обращайтесь и сдавайте позиции военных частей и вооружения. Потому что, как обозначали, что в Белгороде и вообще в населенных пунктах прячут также военные российские свое оружие, из которых, собственно, также и обстреливают Харьков, украинский город. И вот давайте еще определим, с чем воюют эти батальоны. В дело пошло трофейное вооружение. Добровольцы атаковали позиции путинской армии с помощью захваченного еще в мае прошлого года, во время первых рейдов, бронетранспортера. Сообщили, что в районе пункта пропуска Грайварон бронегруппа РДК обрабатывает позиции армии Российской Федерации из 30-миллиметрового орудия. Спасибо Минобороны Российской Федерации за подарок. Теперь он вернулся домой. Написали бойцы РДК в своем телеграм-канале. Ну и, соответственно, я так полагаю, что в этих городах также захватываются в этих воинских частях оружие и продолжаются далее бои. Как это все происходит? Можете ли это описать вообще? На самом деле, надо понимать, что с самого начала было принято решение, что если есть трофейная техника, тем более та, которая захвачена в боях самими подразделениями, то она однозначно остается на их вооружении. Поэтому основное вооружение, которым пользуются эти ребята, это трофейные либо образца советского. Ну, понятно, почему. Потому что, когда они заходят на территорию России, есть возможность использовать трофейные боеприпасы, легко восполнить запасы и таким образом продолжить борьбу без дополнительной помощи со стороны Украины. Очень много информации про то, что те сроки, которых использовали для прикрытия границы, они просто кидают оружие, кидают какие-то там запасы и пытаются убежать. Почему так много пленных было захвачено в первые несколько часов даже этой войны? Говорят про количество, которое уже исчисляется десятками. Именно из-за того, что эти ребята молодые не были готовы к тому, что их фактически кинут в бесрубку без надлежащей подготовки. Поэтому, еще раз говорю, ребята, которые прошли ситуацию, боевые действия в районе Бахмута, Авдеевки, понятное дело, что они намного более подготовлены, чем те части, которые пытаются прикрывать российскую границу. А то, что Россия особо никакого сопротивления не дает, судя по тому, как РДК и Легион совместно проводят рейд, говорит ли о том, что российские военные все сейчас направлены на направлениях как раз внутри Украины? Имея в виду самое горячее направление Авдеевский, Авдеевское, Херсонское направления. Неужто все силы кинуты в Украину? Ну, на самом деле это правда. Почему? Потому что, ну, во-первых, выборы еще не закончились, и надо показывать картинку активных боевых действий, насыпательных каких-то операций на территории Украины. И каждый день там по телевизору рассказывать, как мы что-то там захватываем. Для перемещения тех или других подразделений, а это надо, ну, не меньше, чем бригада, потому что когда что-то перемещается, то это задействуется огромный механизм логистический, транспортный, для того, чтобы все это, ну, не просто там переместить 100 солдат, а это же и техника, и вооружение, и обеспечение. Все это в комплексе очень тяжело сделать. И надо либо отказываться от каких-то наступательных действий на том или другом направлении, либо открывать часть фронта и снимать части, которые стоят там на непосредственном разрешении. Это говорит о чем? О том, что именно каких-то таких стратегических резервов, как когда-то называли ставки, ну, в России точно нет. Чем это все прикрывать? Ну, вот они пытаются сейчас частями так называемой розвардии, части каких-то там погранвойск, но это тоже чревато. Почему? Потому что снимая их с одних участков, прикрывая границу том или дронном направлении, пытаясь вытеснить добровольцев с территории России, они открывают возможности для других подразделений, которые, видите, сразу же моментально, где была дырка, сразу зашли и захватили целый населенный пункт. Почему? Потому что именно оттуда сняли подразделение для перекрытия границы в направлениях основных ударов. Поэтому это еще раз говорит о том, что российская граница глубинная не прикрыта, и они не готовы к активным боевым действиям на территории России. И вот, Виктор Николаевич, хотелось бы еще один момент уточнить. Вот Шойгу продолжает использовать обкатанную, скажем так, схему, выжженной земли, чтобы выбить добровольцев вооруженной силой РФ, сожгли до тла школу в селе Рыжовка. В РДК и Легионе заявили, что российские СМИ распространяют фейки, мол, это все диверсанты, выбиты из Белгородской области. Однако в попытке выдавить добровольцев путинская армия равняет дома граждан России с землей. Ну, это все прокатывалось на территории Украины. Не единожды, да, стоит только посмотреть, во что превратили Бахмут, Авдеевка и другие города на временно оккупированных территориях. Так вот, тут еще один момент. Ну, ладно, вы равняете землей эти города, пытаясь там выбить так называемых ДРГ. Почему же не дают возможности эвакуироваться местным гражданам? Ну, это тактика Люда-Ирда. Тактика путинской власти, которая использует мирных граждан для прикрытия своих боевых действий. Это было всегда, и Путин это даже не скрывал, говоря о том, что вы присмотритесь, там, где будет мирное население, за ними сразу будут наши солдаты. И вот эта тактика, которая использовалась и на оккупированных территориях Украины, а еще раньше, когда была оккупация Крыма, когда они стояли за так называемыми там протестующими, все это показывает только про одно, что прикрываясь как щитом и заложниками мирным населением, они пытаются обвинить другую страну в том, что на самом деле сами виноваты в боенных преступлениях против местного населения. Поэтому все вот эти вот попытки использовать либо не использовать гуманитарные коридоры, это очень чревато большими последствиями, потому что я еще не исключаю, что если мирные жители, если могут использовать эти гуманитарные коридоры, то не исключено, что они могут еще и ударить по ним. Поэтому верить в российской власти, в российским военным, даже на примере своих граждан, показывает, насколько они, ну просто психология вот этих преступников. Я просто не могу очень спокойно это все рассказывать, потому что после того, как они использовали тактику террористов, дважды ударив в одно место с небольшой паузой в Одессе, подтвердили просто свою террористическую сущность. Это уж точно. Виктор Николаевич, да, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ с 2014-2015 год и директор агентства реформирования сектора безопасности, был на прямой связи с нашей студией.